Женя, ну что, Серёжа, есть уже? Да, сейчас его еще. Сейчас даю трубочку. Алло! Кого? Алло, Серёга, привет, дорогой. Серёга! Привет! Привет, говорю! Что? Привет, говорю! Привет, привет! Ну, что ж ты не спрашиваешь, как эксперимент проходит? У нас же эксперимент идет. Ну, я знаю, что когда что-то будет, ты мне сам расскажешь. Да нет, лучше ты тоже мне, как бы, звони. Когда ты что-то, какие-то новости, хочешь мне новости сказать. Ну как, спит, вчера бегал целый день. Так. Я, таки, его добежал, он до врача. Я его, таки, туда довел. Спит. Наколол он его там всякой херней. Ну, что он там надо, наколол. В сухую, как бы он не захотел. Алло. Всё, пускай, если. Ну и какие дальше действия? Да никаких. В смысле никаких? Когда он спадреет искал. Ну, а как его к вам, чтобы он пришел? Однозначно, чтобы он дошел до вас? Он может жить в центре, пока у него не будет таких условий, что ему возвращаться некуда, что ему деваться некуда будет. Он так и будет сидеть на шее. Он так и будет сейчас с одной борющей на другой перепрыгивать. Потом скажет, да, мы здесь перезаймем, давай безоплатим. Я съезжу куда-нибудь там, а где-нибудь в горах поживу в платной птинике. Меня там прокапывают, меня там прочистят. И я больше в жизни до этой гадости не затронусь. Ага. Это будет, это будет. Потому что у нас уходит, невыносимо. Патя, ты не представляешь, что это такое? Он скажет, ты не представляешь себе, что это такое? Ну, он и говорит так. Ты не можешь представить, что это такое? Даже когда он к вам приходит, вы не понимаете, как меня ломают. Но он так и говорит. Да, я же особый. Я же не такой, как вы. У меня это хуже. У меня в несколько раз сильнее, чем у вас. Ну да. И я на сухую я не смогу. У меня организм слабенький, сердце слабенькое. У меня почки слабенькие, у меня организм расшабный. Вы-то нет, вы-то крепкие, вы молодцы. А он реально, если взять, если реально посмотреть на вещи, что он употребляет, а что мы употребляли. Потому что мы употребляли в несколько раз их вещи. Ну да. Ну да. А просто это оправдание, это слабый проем. Хорошо, это я понял. Мои действия... Сидкро спит до последнего. Серега, мои действия дальше. Вот это ты как раз должен меня поддерживать. Вот он сейчас до среды, до субботы он будет пластом лежать. Дальше, мои действия. Есть возможность его увезти куда-нибудь? Увезти? В другой город, в деревню. В охоте, ни куда угодно. Не, нема. Ну, никому. Куда-нибудь, нету? Не. Нету. Ну, я же у него забрал мобилку, я сейчас пробью его всех корешей по мобилке. Всех, у кого он покупал, всех, у кого он... Да это все ерунда. Это все мелочи? Вывести надо, да? Да это и без мобилы можно все это. Он встанет, пойдет и найдет, без телефона. Он пойдет, подойдет к пацану, возьмет у пацана, позвонит. Он по памяти помнит все эти цифры, на которые нужно звонить. Мы их знали наизусть. Всех этих барыг, этих коммерсов. Даже если ты не знаешь телефонов, не знаешь его... Все будет труднее, но ты все равно найдешь. А если его заплющат, тут менты его заплющат, он как-то зурпируется по всем этим барыгам? Да, ничего не изменит. Он сейчас поваляется, даже если его в клинику закрыть, даже если на 10 дней, там его протапывают, прочистят. Даже он выйдет оттуда, его ломать не будет. Даже он может спать будет, у него афиг будет. Да, это все не поможет. Все равно пойдет, потому что... Да это бесполезно. Я первое впишу, когда в клинику с деньгами. Да, так взял денег, он говорит, что нормально не хватало, я деньгами, нормально, дружился. Я говорю, что деньгами к врачу, говорю, давай, я положусь на 10 соток. Он меня спрашивает вопрос, говорит, ты сколько колешься? Нет, он говорит, 3 года. Он говорит, иди поколить еще 5 лет. А потом придешь. Ты еще не осознал, ты не будешь жить еще нормальной жизнью. Ты еще не осознал, насколько это гадко и низко, вот такая жизнь. Ты говоришь, я просто деньги зря потратишь. Ты сейчас заплатишь деньги, да, я возьму у тебя их. Вот мы тебя прокапываем, прочистим. Ты выйдешь отсюда здоровый, физически. Физически ты выйдешь здоровый, но психологически, морально-то будешь еще голен. Ты не выберешь пока. Так что говорят. Даже сейчас, если он и проваляется дома какое-то время, даже может быть он под запретом, под каким-то сейчас. Он сейчас на показуху, он сейчас сыграет, он же актер. Все любой, а роман, он актер. Он сейчас сыграет, он так исполнил, что даже сам себе проверит. Он сейчас будет ответ ласковым и пушистым. Тогда, ну скажет, все, я нормально себя чувствую. Мне нужно двигаться, мне нужно работать туда-сюда. Хорошо, вариант вывезти. Подожди, Серега, давай. Серега, подожди. Это я все понял. Вывезти, еще какие есть варианты. Не, не, я не знаю, куда его вывезти. Вы ехали из города. Вот это. А уже куда уехать, я не знаю. В организацию он категорически подогнал. Почему он боится уехать в организацию? Для сигареты это отмазка. Это просто отмазка, что он не может без сигарет. Он просто вообще ничего не хочет меня. Он хочет жить дома потихоньку, помаленьку. И откусывать свое полагающее. Но надо ему все-таки дать понять, я обязан ему дать понять, что дома мы так больше жить не будем, как жили раньше, да? Время, время, сейчас просто будет время тянуться. Он сейчас поваляется, покажется бедненькой овечкой, безаладин, безаладин такой, что вот он-то не виноват, что это вот город виноват, и власть, и обстоятельства, и виноваты все, и окружающий мир. Кроме него, что он пожертвует из всех этих обстоятельств. Ну да. Что его нужно пожалеть и простить, и помочь. Ну да. Ну и поможет ему, а он все равно будет продолжать так, как решил. Ну да. Так и будет жить. Хорошо, Серега. Серега, как его подводить к центру преображения? Как его подводить больше? Быстрее. Как? Ну вот к врачу подвелишь к овербуху, раньше бы он в жизни не пошел к овербуху. Куда я пошел? Ну доктор у нас овербух, тут такой известный в Николае. Один, кстати. Ну который прокалывает их. Они у него там пачками там выходят. За деньги, да? Ну конечно. Ну, да это сейчас так и будет, вымогатель-то. Конечно, у него просто памятник перед ломкой, перед этим аккумулятором. Не, ну у него не просто памятник. Я же его... Валяйся на три дня, и у него будет то же самое, что было вчера. Через сколько он может опять начать? Он не может, он начнет. Сразу же, на следующий же день? Сразу же. Сразу же. Ну опять закрывать дверь, опять его выгонять на улицу, опять его... И опять будет плакать. Он скажет, я мало лежал, мне нужно дольше. Он скажет, трех дней мне не хватило. Мне нужно пять. У меня слишком большой досняк, и две дня меня не хватило. Мне нужно меня не хватило. Караул. И пять дней будет мало. Он скажет, мне нужно две недели. Это все бесполезно. Ему только менять обстановку. Да я не знаю, как... Меня тоже увозили. На 200 километров от дома увозили. Я бежал в больничке 10 дней. Приезжал братцы. Я посвятил меня в больничке. Я уезжал вместе с ним. Деревнюю ночь он. Идем на рыбалку. На берегу Волги сидим рыбачем. Я им говорю, да я устал, коля, я пойду в машину. Что-то мне холодно. Дай ключи. С его машины уехал. На его машине... Не остановит ничто. Дель одна. Дель одна. Употребляйся. Его ничто не остановит. На его машине уехал, да? А брата оставил рыбу ловить, да? Да. Караул. Слевать на все. Хорошо, ладно, Серега. Рассмешил ты меня. И он будет ее достигать любыми путями. Я понял все. Актерское мастерство будет включено.